Ян Кауско сказал, профессиональные политики это абсолютно все из-производствующие. Если кто не согласен, можете выйти. У меня такой характер, что когда мне что-то не нравится в окружающем мире, я стараюсь это как-то поменять. Просто я прошел долгую карьеру в бизнесе и научился ценить эффективность, результат. Я долго не знал, как свои усилия приложить, но вот с тех пор, как я стал помогать Навальному по разным вещам, я понял, что даже наша деятельность с очень ограниченными ресурсами дает результаты. Например, известная компания «Единая Россия» партия «Жуликов-маров» я думаю, отобрала у «Единой России» несколько процентов на выборах, это важно. И когда я сделал свой выбор, прийти в общественную политическую деятельность, ну как, если ты хочешь что-то изменить, ты должен заниматься и гражданскими инициативами, как то, что мы делаем в фонде, и политика, и, безусловно, легитимный путь смены этого режима лежит через политическую плоскость. Поэтому я этим занимаюсь. Спасибо. Я думаю, вопрос о профессиональной политике – это ключевое противоречие между пониманием условно-демократии у либералов и левых. То есть либеральный вариант – вы раз в 4 года проголосовали, выбрали профессионалов, они лучше вас знают, как вам жить. Это та система, которая сейчас отрицается в Европе. То есть, буквально Уолл-стрит – это принцип проекта. Скорее мы, конечно, ориентируемся больше на тот вариант, когда необходимо создать такую систему, чтобы каждый человек в обществе мог по максимуму оказывать влияние на те решения, которые его непосредственно касаются. То есть непрофессионально, профессиональной политикой должны быть все. То есть участвовать по максимуму в общественной жизни, принять решения, и я себя, конечно, профессиональной политикой не считаю. Следующий вопрос, пожалуйста. Можно ли у тебя несколько вопросов? У меня вот такой вопрос. Насколько вы понимаете, что КС будет орган соглашательный с властью, или все-таки это орган, который будет до конца добивать историю резолюции митингов? Как вы будете себя вести, и насколько данные, тезисы, которые были выдвинуты, в резолюциях, они должны быть в КС как основной инструментом. Я не знаю, просто отменять проблему максимально далеко, я не знаю, с кем вы разговариваете, о чем. То есть требования, да, готовых выполнять можно говорить, но основная идея в том, что у нас должна быть какая-то своя повестка дня, без особой оглядки на то, что там Путин решит, какой сигнал ему подаст и так далее. То есть своя линия, которая, наверное, просто висит до конца. Если они в какой-то момент прогнутся и готовы будут к таким требованиям выполнять, наверное, это можно обсуждать, потому что, опять же, нельзя устраивать полную поляризацию общества и тотальное какое-то разделение. Я считаю, что это не очень актуальный вопрос. Вопрос о переговорах в власти, он вряд ли встанет в течение ближайшего года. Есть ряд конкретных вещей, которые сейчас делаются разрозненно, не координированно. Я надеюсь, что ОКС эти направления возглавит, скоординирует и объединит. Вот и все. Будет он лучше работать, будет у него легитимность, у него будет долгая жизнь и через год, и так далее. Я согласен с Владимиром. Я считаю, что у ОКС нет мандата на переговоры с властью. Такой мандат никто ОКСу дать не может на данный момент времени. Я считаю, что повестка дня ОКС не может сформироваться в плоскости любых взаимоотношений с властями. И это принципиально важно. Мы должны сформировать альтернативу, а не пытаться каким-то образом о чем-то договориться, тем более сговориться. Следующий вопрос, пожалуйста. Я, наверное, слишком кровожадно понимаю слово «дебаты». Я успел понять, в чем вы совпадаете друг с другом. Вы все хотите попасть в комиссии. А в чем вы размечаетесь? Вот не могли бы вы сказать, я не согласен с Ашурковым в том-то, с Пановаревым в том-то. Пожалуйста. А потом нормально. Наверное, с Ильей это разногласия уже проявились в ходе дискуссии. Он считает, что принципы формирования Координационного совета приводят к тому, что туда попадают персоны, которые там не должны быть. А я считаю, что очень хорошо, что эти выборы открыты для всех, как с точки зрения выдвижения кандидатов, так с точки зрения избирателей. И я возлагаю на этот орган большие надежды. Илья. Нет, ну для меня действительно, для меня главная разница не в том, что делать в КС, а в том, что делать после КС, после победы. И, конечно, я считаю, что вот с представителями, с одной стороны... Вопрос не про это. В чем вы не согласны с Ашурковым? Я про это и говорю. Значит, я, конечно, считаю, что люди, которые ассоциируют себя, там, вот, словно, там, с неолиберальным течением, с одной стороны, с национализмом в другой, для меня являются принципиальными оппонентами, потому что мы принципиально по-разному понимаем, что мы хотим сделать в стране. Но это не играет никакой роли, потому что сейчас нам необходимо создать инструмент дальнейшей борьбы. И мы пытаемся его создать. И мы хотим его сделать работоспособным. Спасибо. Ну, как мне показалось, может быть, я не прав, у Ильи с Владимиром, у них такой подход, что такой, как мне кажется, более популистский, что политик это тот, кто вот как ветер общественных настроений дует, и, в принципе, мы должны следовать его в русле. Вот, по-моему, дискуссия по ЛГБД, по-моему, это вопрос, и реакция зала на это показала. Я больше человек, который считает, что должна быть определенная система ценностей, пусть за мной будет 5%, 10%, пусть 2% человек, но я буду оставить меня на этой системе ценностей, пусть она правит. Спасибо. Я думаю, что, может быть, просто было недостаточно времени для того, чтобы выяснить какие-то противоречия, но основное понимание в том, что, я считаю, что КС первой координирующей структурой, я считаю, что необходима горизонтальные сети. Это, я согласен, возможно, менее эффективно, чем профессиональный орган с эффективными менеджерами. Ну, вот у меня такая позиция. А другое, может быть, можно... Нормально, я еще вопрос не сдавал. Я, кстати, вообще, сдавал. Я сдавал Дима из чего-то, а я не... Ну, я считаю себя больше левым, да, ну, с принципиальным сторонником необходимости некого равенства. Соответственно, когда мы говорим про социальные требования, понятное дело, что у них ничего бесплатного не бывает, не образовательный цель, это где-то берется. И понятно, что в этом вопросе у нас будут, наверное, кардинально разные позиции, да. С одной стороны, необходимость поддерживать бизнес, с другой стороны, необходимость поддерживать, наверное, работников. Ну, наверное, в этом ключевое отличие будет. Можно я добавлю? Я, в отличие от, наверное, большинства всех присутствующих, считаю себя скорее правым и либералом, а не левым. Но я считаю, что наши оппоненты, они слишком сильные. У них все административные ресурсы, неограниченные финансовые ресурсы. Сейчас я, безусловно, готов блокироваться со всеми силами, которые я считаю здравыми, с которыми мы объединены в желании добиться изменений в нашей стране. Когда добьемся честных выборов, мы дискутируем в парламенте, и с левыми, и с правыми, и со всеми остальными. Я просто не могу не отреагировать насчет того, что мы идем за аудиторией. Мне кажется, что по ответам, которые, в самом случае, я давал в течение сегодняшних дебатов, я прекрасно понимаю, что позиция насчет Сколкова, например, она непопулярна. Я просто понимаю, что настроение здесь аудитории будет скорее за ЛГБТ. И я говорил четко ту позицию, которую я отставил. Как раз наоборот. Я считаю, абсолютно неправильно. У нас это большая проблема, что очень большое количество политиков, они, поскольку находятся в интернете и так далее, они становятся угодить публике. Я считаю, эта позиция, она не просто порочна, она крайне опасна для движения в целом. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Да, вот, кроме. Ну, добрый вечер. Меня зовут Данил Ремнелий. Я тут вчера снял свою аудиторию собрал в Кардионсовет. И у меня есть вопрос непосредственно к Владимиру Аширкову, потому что тут, как я вижу, прямо сейчас четыре человека, двое из которых по всем предварительным данным 100% проходят в Кардионсовет. Но я, например, не очень понимаю, да, например, что есть команда Навального, и Владимир Аширков, при всем моем положении, да, говорит, что он работает именно с Навальным. И, соответственно...